Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале ЖТСУ. С вами Панау Сембекова, ассортоперевод Айгуль Стамбековой. Сегодня в выпуске. Подводя черту, Аким Буралдайского сельского округа провел отчетную встречу перед населением. Монополисты уверяют, тарифы на коммунальные услуги не изменятся. Оригинальный подход. Креативный менеджер применяет нестандартные методы в работе аптеки. Тарифы на коммунальные услуги останутся на прежнем уровне. Об итогах 2020 года и о тарифах в сфере коммунальных услуг в 2021 году рассказал заместитель руководителя Департамента комитета по регулированию естественных монополий по Алматинской области на информационной площадке ЖТСУ Мезия. Так, по словам Думана Калибекова, департаментом на постоянной основе проводятся работы по недопущению роста тарифов. Серьезная работа проводится также по контролю за соблюдением законодательства о естественных монополиях. Только за 2020 год возбуждено 40 дел об административных правонарушениях. Общая сумма наложенных штрафов составила более 10 миллионов тенге. В целях защиты прав потребителей по результатам анализа отчетов субъектов естественных монополий об исполнении инвестиционных программ и исполнении тарифных смет департаментом введены временные компенсирующие тарифы. Что такое временный компенсирующий тариф? Временный компенсирующий тариф – это тариф, утверждаемый полномочным органом на определенный срок для снижения тарифов потребителей. То есть через необоснованно полученного дохода потребителям снижается тариф от утвержденного в случае неисполнения своих тарифных смет, которые утверждает уполномоченный орган. Так, за 2020 год по субъектам Алматинской области было введено около 44 приказов на общую сумму 1 миллиард 211 миллионов тенге. 1465 предпринимателей Алматинской области получат в этом году гранты на развитие бизнеса. Работа, проводимая областным центром занятости, полностью направлена на реализацию послания главы государства, где особый упор сделан на программу продуктивной занятости и развития массового предпринимательства. Именно по ней активная деятельность развернута и в Толгарском районе. Благодаря государственной поддержке в Алматинской области люди с особыми потребностями получают возможность жить полноценной жизнью. Элла Петровец – инвалид первой группы и всесторонне развитая личность. Она массажист с большим стажем работы. Помимо медицинского образования в копилке достижений Эллы – звание мастера международного класса по армрестлингу. Огромное стремление к саморазвитию привело ее и на курсы бизнеса в палате Атамикен, где вскоре она получила государственный грант в размере 200 мрп. Грант я получила 555-600 тысяч тенге. Я купила себе, приобрела кушетку профессиональную, о которой давно мечтала. И аппараты, которые очень мне сейчас помогают в работе. Это вот аппарат для ног, аппарат для тела. Я очень рада и довольна, счастлива, можно сказать. Спасибо огромное Атамикену, спасибо огромное Центр занятости. То, что у меня очень плохое зрение, я волновалась, переживала. Меня очень поддерживали и помогали. И я прям благодарна от всей души. Госпрограмма «Янбек» порадовала и молодого предпринимателя Нурбола. В свой пейнтбольный клуб на полученные деньги он закупил дополнительные игровые автоматы. Это позволило увеличить доход и количество посетителей его клуба активного отдыха. Сейчас предприниматель планирует расширение площади и закупку специальных атрибутов для стрельбы. Я услышал от своих знакомых про палату предпринимателей Атамикен. Принял участие в обучении и получил грант. Помимо этого я обрел новых друзей, с которыми сейчас уже сотрудничаю. Центром занятости Толгарского района только в 2020 году реализовано 153 проекта на сумму порядка 82 миллионов тенге. Выданные средства нацелены на различные виды предпринимательской деятельности. От разведения крупно-рогатого скота до открытия мастерских и салонов красоты. В основном эта сумма 200 МРП 555-600 в прошлом году была. Она предоставлялась на покупку оборудования, инвентаря, орудия труда, вот как я уже сказала, скота, птиц и так далее. Также в области растеневодства были открыты теплицы двумя участниками программы. Также второе направление программы, оно еще предусматривает микрокредитование. Это под 6% годовых под залог выдаются микрокредиты. В целом в Алматинской области на развитие новых бизнес-идей только по программе «Инбек» в этом году выделено почти 18 миллионов тенге. На сегодня сформирован перечень востребованных специальностей, определены учебные заведения, на базе которых будет организовано профессиональное обучение. Руслан Муханбетов, Абзал Нусипов, Телеканал ЖИЦУ. Аким Буралдайского сельского округа читался о социально-экономическом развитии за 2020 год. Встреча с населением прошла в офлайн-формате с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм. О достигнутых результатах, проблемах сельского округа и планах на текущий год расскажет наш корреспондент. Встреча Даниэра Кунырбаева с населением началась с презентации итогов работы Акимата в 2020 году. Он отметил сохранение темпов роста в экономической и социальной сферах. С учетом промышленного направления, инвестиции в основной капитал составили более 4,5 миллиарда тенге. За прошлый год в округе открылись 93 субъекта предпринимательства. На сегодняшний день их общее число достигает порядка 2000. Отдельный блок Аким посвятил работе дорожно-транспортной сферы. Вопрос асфальтирования в округе стоял очень остро. За отчетный период новый асфальт проложили на 13 улицах общей протяженностью более чем 7 тысяч метров. Ямочным ремонтом было охвачено 14 улиц. В 2020 году мы проделывали огромную работу в социально-экономической сфере. Большое внимание было уделено состоянию дорог, освещению и благоустройству в населённых пунктах. Во многом это удалось осуществить благодаря реализации государственной программы «Дорожная карта занятости». Проложены тротуары на семи улицах общей протяженностью 7,5 километров. В селе Жайнак построена площадка для мини-футбола. На четырёх улицах завершена установка уличного освещения. В текущем году мы продолжим работу по благоустройству для более комфортного проживания наших граждан. В 2020 году из-за всеобщей пандемии в государственной помощи нуждались многодетные и неполные семьи, а также люди из социально уязвимых слоёв населения. Аппаратом Акима в рамках акции «Безбергемос» было роздано 680 продуктовых корзин. Для детей-сирот и детей из неполных семей приобрели электронные гаджеты на сумму в 760 тысяч тенге. Социальную поддержку оказали и в приобретении новогодних подарков для 125 ребятишек на общую сумму в 230 тысяч тенге. В ходе отчётной встречи граждане выразили обеспокоенность в недостаточном обеспечении интернетом в отдалённых сёлах, так как сейчас дети продолжают получать знания посредством онлайн-занятий. «Мы видим, как проделывается работа во всех сферах. Но хотелось бы знать, когда мы сможем получить качественный интернет в селе Жайнак». «Для решения этого вопроса мы специально встречались с представителями Казактелекома. Мы продолжаем обсуждать работу по закладке основ и оптоволокна для интернета. Будем делать всё возможное, чтобы провести его в сёла. Также предприниматели из Алматы предлагают сами провести интернет, после чего у жителей будет выбор и альтернатива Казактелекому». Также население Буралдайского сельского округа обратилось к Акиму по вопросам транспортного сообщения в город Алматы наименование улиц, строительство мечети и парка отдыха. Даниэр Конырбаев отметил, что лично рассмотрит каждое обращение и приложит все усилия для их выполнения. В целом, работу Акима жители оценили положительно. «От имени жителей нашего села я хочу выразить признательность. Мы видим вашу работу. Проводят газ, ремонтируют дороги, появляется уличное освещение. Приятно осознавать, что даже в небольшом селе стараются создать все условия для комфортной жизни. Отрадно видеть, как АУ растёт и процветает». В текущем году в планах у администрации сельского округа начать строительство электросети протяжённостью более 15 километров. Уже начата установка 11 трансформаторов. Не менее важным пунктом является строительство канализационных сетей. На сегодняшний день в округе они изношены на 90%. Новые сети будут построены в сёлах Черёмушки, Ломоносов и Водник. В 2021 году продолжится работа по строительству дорог, орычной сети и остановок общественного транспорта. Сегодня утром произошло возгорание пассажирского автобуса в Талдыкургане. Автотранспортное средство осуществляло перевозки по маршруту Ембек-Талдыкурган. На момент пожара в автобусе находились пять пассажиров, которые вскоре покинули салон общественного транспорта самостоятельно. По предварительной информации сотрудников ТЧС, жертв и пострадавших нет. Причиной возгорания послужило короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке. По этому случаю Департамент чрезвычайной службы Алматинской области просит не только соблюдать правила пожарной безопасности, но и проводить регулярный мониторинг состояния электропроводки автотранспортных средств. 21 января 2021 года в 7 часов 55 минут до ЧС Алматинской области поступило сообщение о загорании автобуса на пересечении проспекта Назарбаева, улицы Галяурманова. На момент прибытия пожарных подразделений автобус полностью был охвачен огнем. В 8 часов 08 минут пожар был полностью ликвидирован. В тушении пожара было задействовано 3 единицы техники и 14 человек личного состава ДЧС Алматинской области. 61 человек спасен, 216 эвакуировано и 79 единиц автотехники вызвали на из снежных санусов на дорогах республиканского и областного значения в Алматинской области. Об этом сообщил заместитель начальника ДЧС Игорь Жуков в ходе брифинга на площадке ЖТСУ-Медиа. Спикер попросил жителей региона быть бдительными на региональных трассах в зимний период, всегда следить за метеорологической обстановкой и не игнорировать штормовые предупреждения. Особо отмечена трасса республиканского значения Шарал-Досток. Здесь порывы ветра доходят до 70 метров в секунду. Это несет большие риски водителям авто в зимний период. Иностранцам разрешили не покидать Казахстан до 5 июня из-за коронавируса. Об этом на брифинге сообщил заместитель председателя комитета миграционной службы МВД РК Сабаржан Сейчанов. Также он отметил, что основной акцент сделан на иностранцах, прибывших для воссоединения с семьей граждан с истекшим сроком действия документов, а также трудовых мигрантов. Учитывая сложившуюся ситуацию на территории Республики Казахстан, Межведомственная комиссия по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории страны приняла решение, которое позволяет легализировать статус иностранцев, временно прибывающих в страну, и не допустить нарушения ими законодательства РК. Внесенные изменения разъясняют населению и представителей миграционной службы Алматинской области. Отметим, что в области проживает более 7 тысяч иностранных граждан. Приостановлен в течение срока самостоятельного исполнения иностранцами решения суда о выдворении. При отсутствии прямого транспортного сообщения, авиа, авто, железнодорожного сообщения, а также в пешем порядке со страной их гражданства или постоянного проживания. Виза или разрешение на временное проживание выдаются без учета требований к заявленной цели визита иностранца. Трудовым иммигрантам, находящим на территории Республики Казахстан, более одного года рекомендуем обращаться за оформлением первичных трудовых патентов через ЦОН без выезда из страны. 25 казахстанских граждан на сегодняшний день отбывают наказание в Южной Корее. Уголовное дело возбуждено еще против 26 человек. В связи с этим мажорист парламента одобрил проект соглашения об обмене осужденными между двумя странами. Напомним, в ходе пленарного заседания был рассмотрен законопроект о ратификации договора между Республикой Казахстан и Республикой Корея о передаче осужденных лиц. Это означает, что осужденные корейским судом казахстанцы теперь будут отбывать наказание на своей родине. Как только соглашение вступит в силу, наши соотечественники смогут вернуться в Казахстан для дальнейшего отбывания наказания. В данном соглашении также учитывается и мнение самих правонарушителей. Они должны изъявить желание отбывать наказание на родине. В случае расхождения между законами двух стран приговор будет пересмотрен. Однако характер и срок приговора не должны превышать длительность отбывания по решению, вынесенному южнокорейскими судьями. Согласно Конституции, государство гарантирует защиту наших граждан, находящихся за рубежом. Поэтому мы не должны оставлять наших граждан, отбывающих наказание в иностранных государствах. В скором времени начнется урегулирование путей передачи осужденных лиц. В Казахстане принят законопроект, позволяющий не иметь при себе водительские права. После подписания закона главой государства казахстанских водителей не будут штрафовать за отсутствие водительских прав и техпаспорта. Теперь, согласно нормам закона, полицейские будут проверять наличие у водителя документов по своей базе данных. И для этого будет достаточно иметь при себе лишь удостоверение личности. Важным моментом является то, что нормы закона распространяются только на граждан Казахстана. Правда, отметим, что водители машин с иностранными номерами, либо получившие водительские удостоверения за рубежом, документы при себе иметь должны. В Алматы провели мастер-класс по эндопротезированию тазобедренных и коленных суставов. Руководитель Республиканского центра эндопротезирования поделился опытом со своими коллегами из Алматинской многопрофильной клинической больницы. Совместно с сотрудниками медицинского учреждения он провел две операции. В Алматинской многопрофильной клинической больнице в год проводят более 150 операций эндопротезирования тазобедренного сустава и более 100 на коленный сустав. Учитывая важность оказания оперативной помощи, больным на базе медучреждения был проведен мастер-класс. С участием руководителя Республиканского центра эндопротезирования суставов Алексея Белокобылова. Суть операции заключается в том, что специалисты меняют поражённый заболеванием или травмированный сустав на искусственный. Как отмечают эксперты, новые эндопротезы изготавливают из высококачественных медицинских сплавов, а срок эксплуатации достигает более 20 лет. Существует мировая статистика на одну тысячу взрослого населения, а один человек нуждается в такой операции. Ну, посчитайте. То есть несколько тысяч казахстанцев ежегодно, это в год имеется в виду, нуждается в такой операции. Причин очень много. Это и возрастные изменения, и болезни, и травмы. Это такая операция большая, восстановительная, но она очень эффективная. То есть люди после таких операций получают вторую жизнь. Мы в Нур-Султане этим занимаемся давно, более 20 лет, имеем огромный опыт. В рамках мастер-класса было проведено две операции. Одна на тазобедренный сустав, вторая на коленный. Особое внимание уделялось тому, как правильно размещать импланты и как улучшить качество лечения пациентов в послеоперационном периоде. Как отметили специалисты многопрофильной больницы, для них это был полезный опыт, а приобретённые знания значительно помогут в дальнейшей работе. Эндопротезирование тазобедренного и коленного сустава. Эта операция у нас проводится в течение последних 10 лет, и каждый раз у нас этот метод совершенствуется. Обучаемся. Для этого пригласили, чтобы повышать нашу квалификацию врачей и улучшить качество оказываемой помощи нашим больным. Стоит отметить, что многопрофильный стационар областного уровня оказывает высокотехнологичные медицинские услуги, специализированную медпомощь населению Алматинской области и другим регионам страны. Также оказывается помощь пациентам с различными травмами, опорно-двигательного аппарата и тяжёлыми ортопедическими патологиями. Дозировка не бывает обычной. Фармацевт не помнит, какие таблетки выбрали в прошлый раз. В 2020 году нет советских препаратов. Эти интересные высказывания принадлежат работнице городской аптеки Талткургана. Её креативный подход к работе привлёк внимание более тысячи покупателей областного центра. С неординарными идеями молодой девушке познакомилась и наша съёмочная группа. Айжан Кунамбаева – студентка 4-го курса Алтайского медицинского университета. Будущий провизор. Свою образовательную практику начала в местной аптеке областного центра. Здесь, вступив в должность креативного менеджера, начала вести свой блог в Инстаграме. Её оригинальное мышление, нестандартный подход к работе и отсутствие страха перед стереотипами помогли набрать более трёх тысяч подписчиков за полгода. В первую очередь, я когда начала вести блог, я поднимала актуальные темы, которые были интересны. Такие, возможно, серьёзные, обсуждаемые темы, которые важны в медицине вообще в целом. Но читаемость была очень низкая, поэтому решила добавить что-то новое. Это юмор. Конечно же, он всегда ценится, поэтому было интересно всем. Обратим внимание и на контент блога. В одном из постов Айжан выкладывает фотографии, на которых видно, как она машет картонной бумагой с надписями о наболевших проблемах фармацевтов. По её рассказам, она действительно выходила на улицу и тем самым привлекала внимание прохожих и водителей авто. И этим список её нестандартных публикаций не ограничивается. В дальнейших планах творческой девушки не только увеличение количества подписок, но и новые юмористические публикации. Правда, какими они будут, она пока скрывает. Пусть это будет сюрпризом, говорит Айжан. Руслан Нурмуханбетов, Жасулан Шингенже, телеканал ЖИЦУ. Руслан Нурмуханбетов. Руслан Тинская и Атрауская области. 82 заболевших. Сообщение о смерти казахстанца после вакцинации прокомментировал Минздрав. В рассылке, появившейся в социальных сетях, сообщается о жителе Магисталской области, якобы скончавшемся после вакцинации от коронавирусной инфекции. Официальный представитель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Ержан Байтанаев ответил на распространившееся сообщение. Мужчина 1978 года рождения скончался 19 января текущего года вследствие повышения артериального давления. Никакой прививки он при этом не получал, прокомментировал он. Также Ержан Байтанаев добавил, что первая поставка вакцины в регион запланирована только на 28-29 января. В первую очередь, ей будут охвачены медицинские работники и сотрудники санэпидслужбы. Ни к одной из этих категорий погибший не относился. Комитет санитарно-эпидемиологического контроля напоминает, что распространение заведомо ложной информации, согласно статье 274 Уголовного кодекса, наказуемо штрафом в размере до 1000 МРП, либо ограничением или лишением свободы на срок до одного года. На 10 млрд тенге нанесен ущерб государству преступной группой в Таразе. Сотрудниками Департамента экономических расследований по Жамбулской области в результате проведенных оперативно-следственных мероприятий изобличена деятельность организованной преступной группы, занимавшейся более 10 лет незаконной деятельностью по выписке фиктивных счетов фактур без фактического выполнения работ и поставки товаров на территории города Тараз. В целях обеспечения конфискации наложен арест на денежные средства подконтрольных предприятий на общую сумму свыше 1 млрд тенге. В настоящее время уголовное дело окончено производством и направлено в суд. Антикоррупционная служба Алматы презентовала видеоролик о коррупционерах в юмористическом видео. На видео, снятом по мотивам передачи «В мире животных» коррупционеров называют берунами, а тех, кто дает взятки – несунами. По сюжету запечатлен процесс передачи взятки. Несун передает беруну ворованную добычу в надежде получить еще большую выгоду. «Они боятся лишних глаз, потому что все это противозаконно. Поэтому на несунов и берунов постоянно ведется охота. Поймав их, мы возвращаем ворованную добычу на место, а берунов с несунами помещаем в зоопарк», – продолжает голос за кадром. Видео было снято казахстанским режиссером Аканом Сатаевым при поддержке Департамента антикоррупционной службы по Алматы. Джо Байден принес присягу и стал 46-м президентом США. Торжественная церемония инаугурации состоялась в среду на ступенях Капитолия. Свою клятву Байден произнес, положив руку на семейную Библию, которую держала перед ним супруга Джилл. Принимал присягу председатель Верховного суда США Джон Робертс. На инаугурации присутствовали экс-президенты страны Билл Клинтон, Джордж Буш-младший и Барак Обама, а также уже бывший вице-президент Майкл Пенс. Теперь уже бывший глава Белого дома Дональд Трамп на инаугурацию преемника не пришел. Он не признает поражения на выборах, считает, что победу у него украли. В последний раз уходящий президент пропустил инаугурацию в 1869 году. Нас приносят в жертву, возмущаются французские студенты. Возмущенные студенты французских вузов вышли на демонстрации в Париже и других городах страны, требуя возвращения к очному обучению. Из-за пандемии COVID-19 и связанных с ней ограничений, большинство из них вынуждены учиться дистанционно. Качество преподавания снижается. Кроме того, молодежь страдает от недостатка общения. Частично очные занятия возобновятся 25 января, но только для первокурсников и в сокращенных группах. В Лилле, на севере Франции, молодые люди также провели акцию протеста, требуя открыть университеты и заявляя, что они достаточно ответственны, чтобы соблюдать строгие санитарные правила. Умную маску для лица анонсировали американские изобретатели. В ней установлены специальные фильтры, которые защищают человека от бактерий, сообщает корреспондент Хабар-24. Также устройство оснащено воздушным охлаждением, то есть во время носки лицо человека не потеет, как это бывает с обычным средством защиты. Причем маска полностью прозрачная, а в темноте автоматически включается подсветка, что позволяет другим видеть мимику. Также маска оборудована ультрафиолетовыми лампами, лучи срабатывают во время подзарядки. А микрофоны и динамики помогают лучше слышать человека окружающим. Маска выпускается в белом и черном цветах. Сколько стоит чудо-устройство, пока неизвестно, но, по словам представителей компании, в ближайшее время начнутся продажи. Это была последняя информация на сегодня. Спасибо за внимание. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин